Деньги, деньги, выращивай деньги, а позабыв про сон и лень. Сегодня Антон начинает каждый блок нашей программы с какой-то новой песни. Деньжное дерево. Вот наша главная тема сегодня, которую мы будем обсуждать с Анной Россией. Наверное, доброе утро. Доброе утро. Это даже не само денежное дерево, а его родня. Родня. В чистом виде здесь нет, да? В чистом виде того, что мы обычно привыкли, вот это вот, вот с такими вот. И ждем волшебного эффекта, конечно, здесь нет. Но это его родственники, которые тоже относятся к семейству Толстянковой, большинство из них. Так, то есть, подождите, вы в курсе, я, может быть, не такой богатый человек, у меня денежные деревья не растут. Денежное дерево называется... Толстянка. Толстянка. Или красула. Это тоже толстянки. Это тоже из семейства Толстянковых. Называются вот эти вот растения, большинство из которых сегодня приехали сюда, они называются эхивериями. Эхивериями. Ну, с Толстянкой проще. С Толстянкой, конечно, немножко проще. Оказывается, нет. Вот, смотрите, эти растения очень интересные, и сегодня я на самом деле, помимо того, чтобы рассказать вам о толстянках, хотела бы в целом рассказать о такой группе растений, которая называется суккуленты. Суккуленты, да. Можете ли вы повторить это чудесно? Суккулент. Суккулент. Там две буквы К. Совершенно верно. И одна У. Нет, две У. Две У. Две У. Чудесное слово, замечательное, провели грамматику на этом вопросе. В общем, что я хотела бы сегодня рассказать вам. И что такое в целом суккуленты? Мы содержим дома множество растений. Все мы знаем там всякие фиалочки, спатифилумы, цветущие белыми цветочками, кактусы. Спатифилумы особенно. Спатифилумы особенно. Это такое достаточно распространенное растение. Но есть такая группа растений, которые отличаются от всех остальных. И отличаются они следующей вещью. Мы все с вами видим, что у этих растений мясистые листья. Если их вот так нажать, что делать лучше не надо, потому что вот этот прекрасный налет, который вы вот здесь видите, такой сизый, если его вот так вот пошоркать, то он, конечно, повредится и будет уже не такой прекрасный вид. А он не восстанавливается со временем? Он восстанавливается, но достаточно медленно, можно сказать, что почти нет. Поэтому, если вы задумали купить такое растение, то надо его хватать свеженьким из магазина. Пока ни продавцы его, ни попробовали на вкус, никто-нибудь его не потрогал. Кактус затесался, он тоже к ним относится? Кактус затесался. Вообще, не все кактусы суккуленты, и далеко не все суккуленты кактусы. Философски как это звучит, да. Сейчас мы должны подумать об этом. Углубимся в этот ботанический экскурс. Я хочу что сказать, что, в общем-то, кактус по принципу выращивания очень близок к любому растению семейства толстянковой и к любому суккуленту. У них общее то, и главное знать вам, как обычным цветоводам, которые содержат у себя дома несколько цветочных горшочков, это то, что самое главное, не переливать эти растения. Если мы вспомним кактусы, они растут у нас где? В пустыне. В пустыне, там, где очень жарко и очень мало воды. И приспособляемость растения, которая, в общем-то, является определяющей при том, когда вы решаете, куда его поставить, как его поливать, он способен вытягивать влагу из очень малого ее количества в почве. Но обычно, когда мы покупаем одно растение, особенно если оно первое, и это кактус, мы начинаем за ним активно ухаживать. Вот я всегда говорю, что лучше недоухаживать, чем переухаживать. Потому что, когда мы начинаем вот это все поливать, оно справиться с таким количеством воды не может, и начинает гнить. И многие говорят, у меня не растут толстянки, не растут денежные деревья. Да суккуленты не растут. Суккуленты не растут, проблема глобальней. Это, получается, идеальное растение для ленивого человека. Да, для ленивого человека, у которого хорошее освещенное окошко, который поставил его туда, и на освещенном окне у них будет ярче окраска. Если вы видите, тут есть вот такой прекрасный экземпляр Хевери. Он очень красивый, правда. У него в серединке такой зеленый оттенок. Он так сам растет, естественно, или есть какое-то человеческое вмешательство? Да-да-да, он растет сам, но сейчас можно встретить еще и ряд подкрашенных красул, таких вот суккулентов, которые имеют фантастический фиолетовый цвет, или, например, оранжевый. Это краска, и новые растения, новые листики, конечно, будут у него исконного цвета, так же, как голубые фаленопсы. В процессе эксплуатации это растение, оно как вшир растет или ввысь? Вообще, стоит ждать цветения от суккулентов? Ну, цветение не обрадует вас настолько, насколько рост этого растения, потому что у него в качестве цветения образуется вот такая цветочная стрелочка с маленькими такими вот цветенькими цветочками. Она, в принципе, конечно, не столь декоративная и, в общем-то, больше ценится вот такая вот розеточная структура, плотная. Но цветочек это какая-то такая милая приятность, можно расценить это как знак. Но вот эта вот розетка, она обрастает еще какими-то лепесточками? Она обрастает и делает это еще вот в чем. Вот смотрите, если мы посмотрим вот на это вот растение, которое я сейчас из этого контейнера достану, вы видите, что у него между листьями расстояние чуть больше, чем, например, вот у этих растений, да? В шишку похоже. Да, вот это вот растение, оно стояло в несколько менее освещенном месте. И когда, допустим, такие растения стоят у вас где-нибудь посредине комнаты, потому что вы купили его, кажется, ну что ему? Оно растет медленно, в общем-то, да, достаточно, а света ему, может быть, там много не надо. Вы его поставили в тенечек, и новые листья начинают у него этиолировать, удлинять и тянуться к цвету.